Ну и что еще хочу сказать. В нашем берлюзском отделе, отделение Большоуйского отдела полиции, есть такой участковый Голубев, который уже систематически избивает граждан, живет, как говорится, занимается лесом, все в открытую делает. Никто не может жить никак, мы вскоре бьемся, бьемся, везде идет прикрытие. Он начал еще лейтенантом был. В 2011 году, это по нашей истории, что мы знаем, первого избил Кокина Сергея из деревни Арефьево. В 2012 году избил Полищук Александра Новоберлюсы. В 2013 году избил несовершеннолетний 15 лет Полибина. В деревне Ивановки четырех или пятерых избил. В 2019 году, в мае месяце, подкинул совместно с инспектором Рыбрахана Рыбу Шакутову. Кто-то отказался от подписывания протокола, но избил его. Потом в 18 июля 2019 года избил Шкуропейкина Виталия. Везде были сняты побои, поданы заявления, но как везде сделаны отказные материалы. Вот так у нас полиция работает совместно с прокурором, прикрывает это все. Хотя прокурор у нас работает уже более 20 лет. У нас сам он уроженец Новоберлюс. Уже пять лет прошло в 2018 году, он должен смениться после пятилетнего срока. Но почему-то ему продлили. Срок пребывания на этой должности я писал лично в прокуратуру Красноярского края, почему продлен, нарушен закон Российской Федерации, почему его не поменяли на другого прокурора. Мне ответили, что это было решение принято было генеральным прокурором, продлено до 2021 года. А кто ходатайство-то подавал? Вы подавали прокуратуру Красноярского края. А на каких основаниях нарушен был закон и почему подали? А кто нас-то спросил, как он тут работает? Он просто издевается над нами, над всеми гражданами. К нему заявления кто приносит? Всегда делают отказные материалы. Что он, что его заместитель Слонов. Если начинаешь на полицию кто-то жалобы писать, вот как мы начали жаловаться, начали дела фабриковать, какие-то выдумывать всякие, прокурор сидит молчит, потому что все прикрывается. Следственный комитет тоже как бы вместе работает. По всем преступлениям, поданные, которые заявления были, везде сделаны были отказные материалы. Следователь Попов такой, в следственном комитете еще один следователь. И они всегда делают отказные материалы, что связано с полицией, где какие-то преступления. Вот еще преступления. Я заявление писал 19 июля 2019 года о причастности этого же участкового голубя незаконной вырубки леса. Сосновый борцовый выпилил. У него в наличии есть Урал-лесовоз, трактор гусеничный, Белорус-погрузчик. Все есть. Сейчас, правда, он на всех знакомых его отписал, чтобы на нем ничего не было. Но он же пользуется, мы деревня, мы же все видим и знаем. Ну и что? И расследование, как бы уголовное дело возбудили. Расследование почему-то не следственный комитет, не кто другой, а расследование проводят своим отделом. А как можно своим отделом расследование проводить, если было указано, что это дел участковый их. У этого участкового жена работает в этом же отделе следователем. И второй следователь Верязкина, который начинал это дело проводить, расследование, доследственную проверку по этому уголовному делу, по вырубке. Я как был заявителем, потом они квалифицировали меня в свидетеля, никто меня даже не опросил. Не был ни один опрошен свидетель, которых я указывал, которые могут пояснить о причастности голубя. Но мне пришло уведомление, что он не причастен, ну типа отказного материала, что Голубев не причастен к этой вырубке. Я ехал к начальнику Большевского отдела Брилеву, подал заявление о замене следователя. Поменяли следователя другого. Она меня просила, других опросила. Но следователь уволился. Дело было приостановлено. И когда было дело приостановлено, передано в архив, видать, заинтересовались эти Верязкина с женой. Что я мог сказать, рассказать, пояснить, как говорится, по мужу Голубеву показания дать. Сейчас проверили уголовное дело и откопировали. Кто из них, не знаю, откопировали с этого уголовного дела мой протокол допроса. Так как Голубев, участковый, подал на меня в суд. И еще на одну женщину подал на суд, что я рассказал о всех преступлениях. Он как бы сказал, что это опозорило его, честь, достоинство, что он этого не делал. И в суде предоставил вот этот протокол. Как можно с уголовного дела по сравнению с человеком, если он же говорит, он не причастен к этой незаконной вырубке. А как ему протокол дали? И вот так, что захочет, то и дело. Хочу сказать, что вот все уголовное дело, это по лесу расследовалось, где идет давление на свидетелей. Никто не хочет связаться, как говорится, с полицией. И дают показания, что они ничего не видели, ничего не знают. Также я столкнулся с Трифоном, что он, когда приезжал, как он говорил, парень опрашивал его, он все рассказал. Но потом его предупредили, что у тебя что, проблем мало, что если, как говорится, дашь эти показания следователю под протокол, голубев тебе житья, как говорится, не даст. И он сказал, я с ним после встречался, я сказал, что я ничего не видел, ничего не знаю, хотя он через дорогу живет от этого голубя, он все видел, все знал. Но такие вот показания и сосед его другие показания изменил. Все меняется, все под давлением вот это происходит. И сейчас вот у нас есть видео, посмотрите, видео его техники в Деляне. Там трактор белорусов с погрузочным навесным, и гусеничный его это. И находится это в Деляне, когда нынче взяли они Деляну, взяли или не взяли Деляну. Потому как Деляну, когда берут, границы Деляны всегда лесники делают затески. Но здесь нет ни затесок, ни границы Деляны. Или они их спилили уже, или вообще никто никакую Деляну им не давал. Но пилят эту Деляну. И именно голубев занимается всей этой заготовкой леса. И он не только в 17-м году выпилил сосновый бор. В 18-м году заготовил вблизи деревни Зачулымка. В 19-м весной году заготовил за деревней Петровка. А вот в 19-м осенью заехали вот в эту Деляну. И все идет безнаказанно. Потому что все прикрывается. Прокурор прикрывает. Начальник лесхоза прикрывает. Ну, начальнику полиции, конечно, невыгодно, чтобы, как говорится, его сотрудник был черным лесорубом. Ну, и тот прикрывает. Ну, и, как говорится, они за красивые же глазки, они его прикрывают. Что вот он, видать, похоже, что он с ними делится. А президент, как сказал недавно по телевизору, Те, кто прикрывает вот этих черных лесорубов, должны строго быть наказаны. Почему наших, как говорится, эту банду никто не наказывает? Мы обращались в краевую прокуратуру. Те все прикрывают. Выходит, видать, они что-то имеют от наших. И везде вот так. Просим прислать с Москвы или откуда контрольную группу, чтобы проверили все на местах всех пострадавших, всех потерпевших от побоев Голубева, свидетелей, все незаконные вырубки проверили лесничество. Это легко будет обнаружено. То, что сколь делян выпилены, сколь леса у нас выпилены, куда ни глянешь, везде идут выпилены. И в водоохранной зоне все везде выпиливается.